И платье у меня красивое, традиционное. И платок. И я знаю, о чем вы сейчас подумали. Я в Эмиратах, а вот и нет. Дэдэд Хилшу. Ну, если что, то с чеченского добрый день всем. Мы в Шали! Поехали! Всем привет! Я Наталья Неведорова. Это наш проект любимейший «Россия Урбания». И вместе с Эдом Мацабиридзе мы исследуем маленькие города нашей страны для того, чтобы ответить на простой вопрос. В провинции классно. И сегодня я отправляюсь в милейший, чудеснейший, уютный городок Чеченской Республики Шали. Я не уверена, что нам дадут там пошалить, но погрузиться в местный колорит – пожалуйста. Шали – небольшой город по обеим берегам реки Бас. Население всего 56 тысяч человек. Статус города Шали получил только в 90-х. До этого это был один из самых крупных аулов района. А первые поселения здесь зафиксированы 14-м веком. Как город Шали очень молодой. И это огромный плюс. Впрочем, сейчас сами все увидите. И, кстати, начинать знакомство рекомендуем с самого центра. Я рядом с самой крупной мечетью Европы. Внутри здесь помещается около 30 тысяч человек, а вместе с прилегающей территорией почти 100 тысяч. На секундочку, это в 10 раз больше, чем в мечети сердца Чечни в Грозном. А какая она красивая внутри! Это новая территория, отстроенная в городе Шали. Парк рядом с величественной мечетью «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммада. Здесь, конечно, совершенно роскошные розы. На территории парка настоящий розарий. И здесь высажено 49 различных видов роз. Сейчас я вам расскажу, как будем добираться до Шали. Ну, надо сказать, что город небольшой, аэропорта нет, поэтому можно доехать по дороге от Грозного. Либо на автобусе, либо на машине. Там в районе 35 километров 40 минут потратите, но за такси придется 700 рублей отдать. Но зато комфорт. Судя по количеству населения, здесь всего 56 тысяч человек, по идее Шали должен быть маленьким и неприметным городком. Как бы не так. Вроде бы центр небольшого городка, а вот так вот посмотришь по сторонам, как будто бы в эмиратах находишься. Смотрите, напротив мечети отстроили большое здание. Шали Сити оно называется. Чем-то напоминает Москва Сити. Здесь 7 зданий, 12, 14, 16 этажей. И посередине гостиница двадцать одноэтажная. Собственно, единственная в этом городе и, конечно же, самая популярная. Зайдем же туда. Всем привет! Это мой рум-тур, полу-рум-тур и полу-люкс. Возможно, вы меня не видите, я немного сливаюсь в многообразии этого орнамента. Но, друзья, я здесь. И я на диване гостевой. Искусственные цветы и ромашки. Заявка на эко. Алло, дизайнеры? Нам нужно еще больше орнамента. Угу. Роскошнейшая спальня с большим зеркалом. Нам как бы намекают, что хорошего человека должно быть много. Свой собственный спа-салон и маленький тайничок для ваших украшений. Ну и как бы тайный шкаф для ваших скелетов. Меня часто называют скелетом, поэтому там мне место. Оскелетилась. Поехали путешествовать дальше. Друзья, значит, рай для тех, у кого обычно проблемы с выбором. В Шали всего один отель. И цены от двух с половиной тысяч за сутки. И к тому же на сайте нам обещают и трансфер, и салон красоты, и даже кондитерскую. А вот про вай-фай ни слова. Как вы понимаете, туристу есть из чего выбрать в плане жилья. Да даже величина главной местной гостиницы как нельзя лучше говорит, гостям здесь всегда рады. Это мы и решили проверить. Шали, в первую очередь, это вот такой вот частный сектор. Вот такие вот дома. Одноэтажные, двухэтажные. Но как еще познакомиться с городом, если в гости не сходить к местным жителям? Здравствуйте, вы нас уже ждете? Вы потомственный кузнец. Научите. Можно сказать так. Научите меня. Пожалуйста. И к вам вот так вот может любой путешествующий прийти на экскурсию. Наши ворота всегда открыты, кажется. Здорово. Пойдемте. Я из Москвы. Ни разу не была в кузнице. А давайте подкову сделаем. Подкову на удачу же говорят. Да. Есть такое? Так, мне подальше надо отойти, спрятаться. Ай! 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 Я впервые в жизни вижу, как будто бы легко сгибается железо. Накаленная, да красная. Вот сюда сейчас. Вот сюда? Вот сюда? Да. Что-то происходит там? Да. Ах! Я мимо. Ну, молодец, хорошо. Быстро научилась. Слушайте, это работает как терапия просто. На память. Горячо? Нет. Точно уже? Ой, не горячо, правда. Спасибо вам большое. Это национальный ваш инструмент, да? Русская баллая, это чеченская дочка панда. Друзья, впервые в программе «Россия урбания» исполняю песню, собственное сочинение «Надыча панда». Дай сюда. Сейчас я позаблю так. Дай сюда. Сейчас я позаблю так. Какая интересная терапия в городе Шали. В левом углу ринга Натали Бессстрашная. А в правом углу… Я, мне кажется, сейчас чувствую то же самое, что и Эд. Тогда на кольках. Да наверняка это не сложно. Мама. Сейчас я подготовлю. Ребят, помогите мне, пожалуйста. Он надо мной не смехается. Давай! Эд, тебе за все твои шуточки. Вот что делает с людьми злость. Слушайте, меня искренне радует, что города по всей России благоустраиваются. Сюда хочется приехать, посмотреть, отдохнуть, насладиться видами, возможно, какими-то. И здорово, что есть программа благоустройства комфортной городской среды, в которой участвуют именно жители. Именно они решают, какую территорию нужно изменить к лучшему. Здесь приятно прогуляться днем, но еще приятнее ночи. Вот, вот что я имела в виду, когда говорила про Эмираты. Слушайте, ну, мы убедились вот в чем, находясь в городе Шали, что в Чечне настолько гостеприимный народ, что в целом не так много сил мы потратили на то, чтобы договориться с рестораном и зайти прямо на кухню, чтобы приготовить национальное блюдо. Хенглш. Хенглш из тыквы. Это лепешка, тонкая лепешка, обжаренная на сковороде с начинкой из тыквы. С чего начнем? Готовим масло. Ух, как много масла! Добавляем кефир. Один литр. С горкой. Одна чайная ложка с горкой соды. Соль. Это соль? Да. Ничего себе, такая крупная соль у вас. Ну, я так понимаю, мы готовим тесто. Да. Оно слипнулось должно быть с этих сторон. Как хорошо, что я уже побывала замужем, как бы второго раза не видать. Вот так вот сделаете? Ну, после этой программы. Расплющиваем, да, немножко уже. Делаем лепешечку. Угу. Ну, для первого раза ничего страшного. Ничего, ничего. Пройдет. Пройдет. Мы морлюшечкой вот так закрываем. Закрываем. Берем наш хенгл. Я немножечко потеряла дар речи на секунду, потому что я впервые в жизни вижу, как лепешку, которую ты только что приготовил просто. И скупали. Чтоб мягким было, чтоб муки там не было. Друзья, мои дорогие, съемочная группа, добро пожаловать за стол. Не так много ресторанов в Шали. В основном это закусочные, столовые. И средний чек по всему городу за полноценный обед 700 рублей. Ну, а я буду, собственно, пробовать перед тем, как будет есть эта съемочная группа, то, что приготовила сама. Национальное чеченское блюдо. Тесто тянучее, тоненькое, мягкое, сладкое. Слушайте, а правда, за счет того, что мы искупали эту лепешку в тазу с водой, правда, тесто очень стало нежное. Вкусно. Вот зачем я приехала в Чечню. Я нашла своих сородичей. О, Эд, а ты что тут делаешь? Ушли. Ну ладно, не будем отпекать. Эд Мацберица просто не хочет знакомиться со своими друзьями у меня. Приехать на Северный Кавказ и не посмотреть на горы, мне кажется, это значит не побывать на Северном Кавказе. Мы показали вам город Шали и готовы перейти к рейтингу. А ваша задача обязательно приехать сюда и вдохнуть этот горный воздух. Итак, приступим. Туристическая привлекательность. У Шали действительно много шансов стать одним из центров туризма нашей страны. По одну сторону невероятная природа, по другую семимильными шагами развивающаяся инфраструктура. Мечеть, гостиницы, кафе, места для отдыха. Чувствуется, что все это пока в стадии становления, потому на перспективу ставим 9 баллов из 10. Комфорт городской среды. Как мы поняли, в Шали преимущественно частный сектор. Но даже в таких местах все в порядке с дорогами и тротуарами. О центре мы и вовсе молчим. Чистота, комфорт, высокий уровень инфраструктуры, заслуженная десятка. Транспортная доступность. А вот здесь не все так гладко. Придется добираться от грозного либо автомобилем, либо автобусом. Других вариантов нет. Хотя всего 30 километров. Ставим 6 баллов из 10. Итого 25 баллов набирает Шали. Очень люблю я подводить итоги и настал час города Шали. Итак, город действительно очень небольшой. Он фактически за 30 лет был отстроен заново. Одно что самое прекрасное по традициям предков. И мне кажется, вот именно за этими традициями, за этим особым укладом жизни, за этим местным колоритом. И стоит поехать в Шали. Это «Россия Урбани» и я, Анталия Неведрова. Путешествуйте вместе с нами, ставьте лайки. Пока!